Болезнь века, сахарный диабет диагностируется все чаще и чаще. Важность профилактики этой болезни нельзя недооценивать. 70 лет Бабучанскому аэропорту, предприятие, которое связало Бабучанские районы с самой отдаленной территорией нашего края. И еще один юбилей. Детская библиотека отмечает 55 лет. Именно здесь дети открывают дорогу в волшебный мир книг. Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск в студии Анны Смирновой. Обо всем по порядку. В редакцию нашей телекомпании обратились жители улицы Магистральная и микрорайона Западный. В результате порыва круглогодичного трубопровода образовалась аварийная ситуация. Хозяева квартиры страдают от утечки воды, которая заливает двор, усадьбу и уже подбирается к дому. Более подробно далее в сюжете. В понедельник образовался порыв трубы холодного водоснабжения. Было сообщено в центральную диспетчерскую о том, что идет порыв, аварийная ситуация. Там посоветовали написать заявление. Виктор Камнев рассказывает нам о происшествии с отчаянием и недоумением. В системе местного водоснабжения произошел порыв. Вся вода устремилась на частную территорию. Ситуация заурядная, только по его словам ни сельские власти, ни ЖКХ вовремя так и не отреагировали. Сутки прошли, мер не принимали. На следующий день начали оформлять процедуру. Там писали письмо, заявление, форма оплаты. Это по той причине, что данная магистраль холодного водоснабжения, она в частном порядке была выполнена. Она не находится в эксплуатации под управляющей компанией. Эти все бумаги были предоставлены, все это было сделано. Из-за отсутствия экскаваторной техники, эту проблему управляющая компания не могла решить. Уже обращение было в больницу, грудных детей уже возили, находятся под наблюдением врачей. Видно, что вода еще не успела до конца застыть. Хрупкая ледяная корка тянется от ворот до самого фундамента. Через некоторое время после поступления заявления на место выслали бригаду рабочих. Воду перекрыли, но проблема осталась. Житель райцентра переживает вдвойне. В этом доме проживает его дочь с двумя маленькими детьми. Пойдемте в дом зайдем, вы сами убедитесь, какая ситуация в доме. Запах в доме передать словами трудно. Вырос уровень влажности. Насыщенным влагой воздухом дышать не то, что неприятно, а даже опасно. Малыша уже возили на осмотр к врачу. Семейство планирует на время переехать, ведь воды в доме теперь нет. Система перекрыта. Все домашние хлопоты остались незаконченными. Дома очень сыро, дышать нечем. Ребенку год и два уже мы увезли ее к бабушке. Сами стараемся как-то, потому что уже неделю никаких действий нет. Сегодня мне перекрыли вообще полностью воду. Воды вообще в доме нет. Какие-то вентиляторы высушиваем. Как-то все на бытовом уровне. У младшей дыхательные пути. Нас хотели даже уже положить в больницу. Мы как-то пока сказали, что попробуем обойтись. Но у нас, вот наш врач, помидор, сразу сказал, что с такими заболеваниями мы госпитализируем сразу. На балансе организации водные ресурсы объект не стоит. Водопровод частный. В водных ресурсах нам пояснили, что копательной техники для устранения аварии пока нет. Она находится в Шиверском на подобной аварии. Объект стоит на очереди. И как только технику вернут из Шиверского, эта проблема будет устранена. Анна Смирнова, Александр Чуркашин, телекомпания «Спектр Богучаны». И вот совсем недавно к нам поступила информация, что после нашего выезда на место выехала ремонтно-восстановительная бригада по восстановлению работы системы водоснабжения. Прибыла экскаваторная техника и буквально сегодня будет восстановлено водоснабжение абонентов по улице Магистральная. Активно ведутся работы. И к другим темам. 14 декабря во всем мире отмечается день борьбы с сахарным диабетом. В последние годы отмечается рост этого заболевания. Всемирная организация здравоохранения называет сахарный диабет неинфекционной эпидемией. 200 миллионов больных во всем мире. Что касается Богучанского района, цифра также неутешительная – около тысячи. Развитие темы в сюжете Евгения Шабренко. Вот шприц-ручка. Я ее разберу вам сейчас. Это иголочка. Почему я разберу вам? Конечно. Зоя Васильевна показывает нам лекарство, которое для нее жизненно необходимо – инсулин. Он позволяет ей жить с диагнозом сахарный диабет обычной жизнью. Как я узнала, что у меня сахарный диабет, это было 31 год тому назад. Я заболела болезнью Боткина. И мне стало сильно-пресильно плохо. И когда у меня взяли сахар, у меня было 20 с лишним единиц. Вот так узнали, что у меня сахарный диабет. То есть это осложнение, как дала болезнь Боткина? Нет, это не осложнение. Просто он у меня, может, и раньше был. Я просто была молодая, не обращала на это внимания. А он у меня наследственный. Зоя Васильевна впервые услышала диагноз 30 лет назад. Тогда еще были маленькими дети. Было ради чего стремиться преодолеть болезнь. Я, можно сказать, сильно не переживала за это. Сразу меня посадили на инсулин. Стало колоться инсулином. И соблюдать диету. Вот самое главное – это диета. И слушаться врача. Что врач посоветовал, нужно это все исполнять. 14 декабря отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Эта дата выбрана не случайно. В 1922 году канадский ученый Бантинг впервые выделил инсулин из поджелудочной железы крупнорогатого скота. Тем самым определил спасение жизни людей на многие поколения. И тем не менее, полностью сахарный диабет неизлечим. А рост его распространения стремительный. В нашем районе больных с сахарным диабетом около тысячи человек. Весь сахарный диабет подразделяется на два типа. То есть это диабет первого типа, инсулино-зависимый, инсулино-потребный. Когда человек не может жить без инъекции инсулина, это спасает ему жизнь. И сахарный диабет второго типа. Причины сахарного диабета второго типа – это в основном снижение уровня выработки поджелудочной железы инсулина. И недостаточно его действия в организме. Сахарный диабет называют коварным заболеванием, так как распознать его можно не сразу. Такие проявления, как незначительная сухость во рту, умеренная жажда, похудание, учащенное мочеспускание, может пройти для человека незаметным. Но свое отрицательное действие, конечно, повышенный уровень сахара в крови оказывает за этот период. Сахарный диабет еще называют заболеванием сосудов, так как их он поражает часто в первую очередь. Среди причин заболевания, конечно, наследственность, лишний вес, ожирение, малоподвижный образ жизни, вредные привычки, злоупотребление сахаром. Лучшее средство профилактики – это здоровый образ жизни и регулярный контроль уровня сахара в крови. Сегодня доступны различные аппараты для его измерения. В аптеке номер 51 в эти дни традиционно проходят акции. Уровень сахара можно измерить любому, бесплатно, и получить совет специалиста. Не больно, да? Не больно. Абсолютно. Сейчас я вам протиру палец спиртом, его нужно будет подсушить, потому что спирт может искать показания. Предупрежден – значит вооружен. В нашем районе около тысячи больных с сахарным диабетом, и 13 из них – это дети. Это важно помнить, а также то, что болезнь проще предупредить, чем лечить. Евгения Шамринко, Александр Черкашин, телекомпания «Спектр» Богучаны. И в продолжении темы диабет становится одной из самых распространенных причин потери зрения. Потеря зрения может стать настоящей трагедией для человека. Сегодня отмечается Международный день слепых людей. Этот день был учрежден с целью напомнить, что слепые или частично зрячие люди все равно остаются частью нашего общества. В Богучанском районе реабилитацией людей, потерявших зрение, занимается Центр социального обслуживания населения. Они могут предоставить технические средства, которые помогут людям ориентироваться в окружающем мире, благодаря звуковому сопровождению. Также существуют различные программы, направленные на то, чтобы помочь человеку адаптироваться в обществе. В нашем районе всего инвалидов 2396 человек. Из них 73 человека имеют инвалидность как раз по зрению. Ограничение по зрению. Что может наш Центр им предоставить? Во-первых, это социальная реабилитация. Это может быть, если люди желают воспользоваться обучением в компьютерном классе, потому что у нас есть специально оборудованные рабочие места, как раз программа для людей с пониженным зрением, либо тотально слепыми. Также они могут получить услуги массажа, если им рекомендовано и выставлено в индивидуальной программе реабилитации. Могут они у нас поработать с психологом, могут они у нас поработать с трудотерапией заняться, то есть чисто для развития моторики мелкой. Для развития крупной моторики можем предоставить услуги адаптивной физической культуры. Более полувека назад в Богучанах был построен аэропорт. Авиация в районе стремительно развивалась. Вертолеты и самолеты совершали регулярные пассажирские перевозки в разные уголки нашего края и не только. Люди отдавали предпочтение воздушному транспорту. Сегодня же от былого масштаба инфраструктуры осталось немного. О том, как работает аэропорт в наше время в следующем сюжете выпуска. 75 лет. Ровно столько в Богучанах существует аэропорт. Аэропорт с богатой историей, которую прежде всего создавали люди. Связавшие свою жизнь с авиацией, они до сих пор остаются преданы своей профессии. Все мы знаем, что с развитием транспортной инфраструктуры в районе авиация постепенно отошла на второй план. И сейчас жители района посещают здание аэропорта в качестве пассажиров рейсовых автобусов. Здесь же размещается автовокзал. Но, несмотря на это, жизнь здесь хоть и не кипит, как раньше, но все же есть. Погода летная. Диспетчер управления воздушного движения Ирина, пожелав всем хорошего пути, разрешает вылет. Вертолет отправляется на север. Это привычная работа авиаторов – увозить из богучан работников вахты. Ежедневный аэропорт осуществляет до 10 вылетов. В летний период количество вылетов в день доходит до 20. На сегодняшний день полеты еще выполняются. Много полетов. На сегодняшний день у нас базируются 8-10 вертолетов авиакомпании «Красавия», «Аэрогева». Постоянно прилетают «Аэробратск», «ЮТР» – вертолетные услуги «Иркутские». Многих аэропортов в стране уже давно не существует. Богучанский же, несмотря на трудности, остается на плаву. Люди работают здесь по 30 лет. Сформировались целые династии. Владимир Мордухович трудится в родном предприятии 38 лет. Здесь же работает и его сын. Водитель топливно-заправочной машины изо дня в день выполняет важную роль. От его слаженной и четкой работы зависит готовность воздушного судна к полету. Подъезжаю, контролирую. Литраж туда-сюда. Сколько? Ну, в основном литры. Все. С 8 утра и пока летают. А летать могут до 11 лет, в основном, когда пожароопасный период. Летают очень-то поздно. Лесоохрана работает, пока не потушим. Готовность номер один должна быть и на летном поле. Здесь за порядком следит Владимир Цих. Я работаю 15 лет в аэропорту. Работа моя заключается в чистке территории взлетной полосы, рулежных дорожек, объездных путей. В общем-то, обеспечить безопасность полета. Коллектив аэропорта – это 60 грамотных специалистов. Настоящих профессионалов своего дела. В подтверждение этому главный факт. Здесь никогда не было чрезвычайных ситуаций и жестких посадок. Сегодня аэропорт переживает нелегкие времена, греет сокращение. С Нового года взлетная полоса будет использоваться как посадочная площадка. Накануне с праздника можно только сказать о том, что людям надо говорить спасибо. Что вообще по краю очень много аэропортов закрылось. Даже воспоминаний от них не осталось. А у нас мы на сегодняшний день все-таки будем быть все равно на крыле. Все равно мы работаем, все равно мы это. Только людей поблагодарить. И за 75 лет в аэропорту проработало столько народу, что, наверное, по богучанности, а не все богучаны, какое-то отношение к аэропорту имеют. Будем надеяться, что аэропорт в Богучанах будет существовать еще много лет и с размахом отпразднует свой следующий юбилей. Алена Перепелкина, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр». Далее реклама, она не будет долгой. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Детям Красноярского края качественное образование. В край обновляется система среднего профессионального образования, где получают специальности 50 тысяч молодых людей. Команда губернатора, стабильность и развитие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Эта крылатая фраза стала первой рекламой на советском телевидении. С тех пор сберкасса превратилась в крупнейший банк России, отделение которого есть практически в каждом населенном пункте. Накануне у сберегательного банка был день рождения, который прошел в рабочем режиме. Ведь в первую очередь для сотрудников важна работа с клиентами. Подробности далее. Каждый день к менеджеру сбербанка Ирине Перовой обращаются десятки человек. У каждого из них свои заботы и проблемы, связанные с денежными средствами. И для всех надо найти именно ту услугу, которая будет удобна для клиента. В этом Ирине помогает индивидуальный подход к людям. Человек каждый со своим характером. Просто некоторые люди приходят уже с каким-то негативом. То есть стараешься это все сгладить. Ну, как бы стараюсь так, что в основном все уходят спокойные, довольные. Радушие, желание помочь – это самое главное качество работников сбербанка. Это отмечают и сами клиенты, которые приходят в отделение. Вам часто приходится в сбербанк вообще обращаться? Конечно, часто. Пенсию снимаю. Прекрасно. Молодцы, хорошие девчонки. Девчонки всегда вежливо обслуживают, так что никаких претензий. Девочки очень культурные, вежливые. Всегда окажут помощь необходимую. В этом году сберегательному банку России исполнилось 174 года. За это время банк стал одним из самых крупных и надежных банков в нашей стране. Он всегда идет ногу со временем, не отстает от современных технологий. Благодаря этому качество оказания услуг заметно выросло. Если еще несколько лет назад клиенты Богучанского отделения банка жаловались на длинные очереди и медленное обслуживание, то сейчас эти проблемы ушли в прошлое. Сберегательный банк сейчас живет тем, что постоянно развивает, улучшает сервисы для обслуживания клиентов, применяет самые передовые технологии. Также развивает своих сотрудников. Сотрудники постоянно совершенствуются, проходят дистанционные курсы обучения, также очные курсы обучения с применением новых технологий в режиме ВКС. Данные технологии и обучение применяются для того, чтобы наши клиенты были всегда довольны и счастливы посещать наш банк. Праздничный день в Сбербанке прошел в обычном рабочем режиме, ведь в первую очередь нужно позаботиться о своих клиентах. А вот уже в следующем году, к своему юбилею, банк обещает подготовить множество различных акций и сюрпризов, которые, несомненно, порадуют всех тех, кто пользуется его услугами. Александр Машиванов, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр Бугучаны». Главной детской библиотеки района исполняется 55 лет. Юбилей отметит хоть и небольшой, но сплоченный и творческий коллектив, который ежедневно трудится на благо юных читателей. Для детворы регулярно проводятся познавательные мероприятия, конкурсы, викторины. Каждая неделя насыщена. С появлением новых информационных технологий читателей не стало меньше. Все потому, что в библиотеке как дома, где всегда уют и тепло. История детской библиотеки в районном центре началась в далеком 1960 году благодаря решению исполкома районного совета. До этого времени взрослых и юных читателей обслуживали вместе. С момента образования и до сих пор библиотека успешно работает. На сегодняшний день она обслуживает около двух тысяч детей. Это специализированная библиотека. Мы обслуживаем читателей детей с двух до четырнадцати лет. Также руководители детского чтения. Это педагоги, воспитатели и родители. Наша библиотека идет в ногу со временем. Приобщаем ребенка к книге, пропагандируем книгу и чтение. Приоритетными направлениями в нашей работе является работа с семьей, патриотическое воспитание, нравственная, краеведческая работа. Гордость книжного храма – это библиотечный фонд, который регулярно пополняется новой литературой и периодическими изданиями. Сейчас в фонде насчитывается более 18 тысяч книг. Коллектив библиотеки несет особую миссию. От этих людей зависит то, какие будут первые впечатления ребенка и захочется ли ему прийти сюда снова. В читальном зале почти каждый день звучат детские голоса. Малыши и школьники всегда находят здесь занятия по интересам. Подготовка мероприятий и обслуживание юных читателей – дело непростое. Вся ответственность на плечах библиотекаря Ольги Одинцовой. Я работаю уже 4 года. Мне здесь очень нравится. Коллектив хороший, дружный. Все друг друга поддерживают, вручают мероприятия. Если кто-то что-то не умеет, кто-то другой поможет, умеет это делать. У библиотекарей ни минуты свободного времени, обязанностей очень много. Это работа с читателями, оформление выставок, разработка сценариев и подготовка к праздникам. Без Евгении Потаниной не обходится ни одно важное мероприятие. Каждый раз она в новом образе. Ее герои вызывают восторг у детворы. Так что после окончания встречи ребята с нетерпением ждут следующей. Проработав 30 лет в детском саду, я сейчас работаю в библиотеке. И для себя открыла новую профессию. И не знала, что эта профессия библиотекаря не скучная, а очень творческая и интересная. Дети, вот есть бытует такое мнение, что тишина должна быть в библиотеке. У нас никогда тишины не бывает в библиотеке. Дети приходят не только выбрать книгу, но и мы с ними беседуем, проводим викторины. Они чему-то учат меня. Самое главное, что вот даже в этом возрасте дети могут чему-то научить. За годы работы детской библиотеки коллектив менялся не раз. Сегодня он сплоченный и крепкий. Специалисты – разносторонние и творческие люди. Они всегда найдут нужную книгу, поделятся новинками и ответят на любые вопросы. Конечно, в детской библиотеке работают очень увлеченные, неравнодушные люди. Всегда так было и есть. И сам успех в детской библиотеке зависит от этих людей. Глава коллектива Вероника Федосеева, неизменная ведущая детских мероприятий, организатор акций и идейный вдохновитель. Впереди у коллектива новый фронт работы, главной гордостью, профессией и наградой за труд. Специалисты считают любовь и признание читателей, которых с каждым годом становится больше. Анна Смирнова, Александр Черкашин, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр Богучаны». Также коллектив детской библиотеки принимал поздравления от своих коллег и руководства района. Более подробно в нашем следующем сюжете. В библиотеку мы идем и к свой родной, любимый дом. Там комната для сказок есть. Она видела страну чудес. 11 ноября Богучанской детской библиотеки исполняется 55 лет. Поздравить коллектив с праздником прибыло много гостей. Самые теплые и трепетные поздравления, конечно же, от юных читателей. Мне нравится читать разные сказки. Мне тут очень нравится. Я недавно записалась в библиотеку. Я ее очень люблю. Мне кажется, все это хорошо для развития, как сказать, ребенка. Это хорошо, потому что в умственных позициях ты начинаешь читать книги и что-то понимать. И в школе это все равно пригодится. Ну, советуют они, как ты много книг взял, то они тебе могут еще что-то посоветовать из этой тематики. Я их знаю с детского сада, потому что детский сад каждый день проходили. Ну, мне кажется, коллектив очень хороший, что всегда посоветуют, плохого не скажут. Желанные гости библиотечных мероприятий и акций – это представители руководства района. Юбилейную встречу они также не смогли пропустить. Дети с особым удовольствием любят сюда приходить, любят заниматься. Все-таки здорово, что у нас есть замечательные педагоги и проводят эту важную, на самом деле, для нас работу, огромную работу по воспитанию подрастающего поколения всего нашего Бугучанского района. Всему коллективу от детской библиотеки хочу пожелать долгих лет жизни, продолжать так работать. Ребятишки, обязательно приходите сюда, общайтесь, читайте хорошие, правильные книги. Меня радует то, что мероприятия проводятся и приходят сюда не просто ребятишки, а приходят со своими семьями, с мамами, с папами. Ну, говорить о работниках можно много хорошего. Они не только работники библиотеки, которые предлагают ребятам почитать определенную литературу, но они еще безумные артисты. В этот день библиотека принимала много подарков, в том числе и сертификат от районного руководства в размере 55 тысяч рублей, а также комплект развивающих игр. С праздником своих коллег поздравила Татьяна Веремей. Для истории библиотечного дела, может быть, срок не очень велик, но он очень важен и ответственный. За 55 лет Багучанская детская библиотека стала важной детской библиотекой по организации детского чтения в нашем районе. Работа в детской библиотеке – это постоянный творческий процесс. Библиотекарь должен быть учителем, актером, психологом, совмещать множество профессий в одну, делать все, чтобы каждый день для ребят был необычным и интересным. В библиотеку мы ходим с классом, там разные викторины, я выигрываю у них, дают книжки, конфеты. Мне интересно на абонементе играть с друзьями в игры. Я всегда сюда хожу, чтобы домашние задания там делать. Я когда прихожу, здесь очень хорошо встречают нас. Всегда дают нужную книжку, и мне очень интересно читать книги. Мне нравится читать вообще разные книжки. Больше мне нравятся книжки разных читателей, ну зарубежные. Не то, что мы читаем в классе, а такие разные книги. Добрые, хорошие, они всегда нам помогут. Когда нам что-то надо, выучить какой-нибудь стих, они всегда нам помогут. Они нам специально дадут книжку, где стихи по классу, зарубежные, которые мы не читаем в школе. Хорошее настроение аудитории дарили постоянные гости библиотечных мероприятий, участники хореографического ансамбля «Радуга». По окончании праздника всех ждала приятная церемония вручения призов победителям лотереи. Анна Смирнова, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр Бугучаны». Завтра, 14 ноября, в поселке Таежный пройдет торжественное открытие новой современной хоккейной коробки. И в честь этого события пройдут первые игры по хоккею с мячом среди команд сборная «Бугучаны» и сборная поселка Таежный. И по хоккею с шайбой среди команд сборная поселка Таежный и сборная поселка Октябрьский. Хоккейный корд построен благодаря реализации гранта Центра зимних видов спорта программы «Территория Русала» при поддержке Таежненского сельсовета. Была проведена большая работа и теперь таежненцы с нетерпением ждут этого события и строят большие планы по использованию новых возможностей. На открытие хоккейного корда ждут всех поклонников хоккея. Игра начнется в 10 часов утра, а церемония открытия в 11-14 ноября. И еще одна спортивная информация. В воскресенье 15 ноября состоится первенство района по настольному теннису. В соревнованиях примут участие коллективы физической культуры и спортсмены из разных поселков района. Начало состязаний в 10.00 в спортивном зале районного дома культуры. Приглашаются все любители теннисного спорта и болельщики. И на этом у меня вся информация. Я желаю вам всего доброго. Приятных выходных. До встречи. Которые состоятся 16 ноября в 12 часов в зале заседаний администрации Бугучанского района по адресу село Бугучаны, улица Октябрьская, 72. Внимание у владельцев собак! В Бугучанском районе с 16 по 20 декабря будут проводиться мероприятия по отлову безнадзорных животных. Просьба к владельцам держать на привязи своих питомцев. Телефон для информации 22 007. Администрация Бугучанского района. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...